Самый значимый фактор стресса во время международных перелетов – это нарушение суточных ритмов. Этот сбой ваших биологических часов можно устранить. Позвоночник – это проводник нервных импульсов, поэтому крайне важно оберегать его от стресса. Во время дальних поездок нагрузка на позвоночник наиболее велика. Внимательное отношение к шее и пояснице может значительно снизить стресс. Поскольку ваше тело – это всего лишь накопление употребленной вами пищи, осознанный подход к питанию до и во время поездки может существенно повлиять на уровень сопутствующего и последующего стресса. Когда тело перемещается на большой скорости, с пересечением часовых поясов, лучше всего употреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды, например, фрукты и свежие овощи. И самое главное – пить как можно больше чистой воды – до, во время и хотя бы в течение суток после поездки. Лучше избегать употребления опьяняющих и стимулирующих веществ, таких как алкоголь и кофеин. Также лучше избегать пищи, которая обычно переваривается более трёх часов, например, блюд из красного мяса, сложных комбинаций углеводов и жиров и блюд, приготовленных во фритюре. Позвоночник – это проводник нервных импульсов, поэтому для вашего общего благополучия крайне важно оберегать его от стресса и поддерживать на высоком уровне активности. Во время поездок позвоночник больше всего подвержен нагрузкам из-за неудобных поз, в которых тело вынуждено пребывать в течение многих часов. В йогической системе позвоночник называется меруданда или ось вашей Вселенной, поскольку в своей основе весь индивидуальный опыт человека вырабатывается и передаётся через позвоночник. Известно, что большинство людей во время стресса испытывают скованность в верхнем или шейном отделе позвоночника, а также в нижнем или поясничном отделе. Внимательное отношение к шее и пояснице может значительно снизить стресс, который обычно проявляется как скованность позвоночника, и что в дальнейшем может привести к более серьёзным проблемам в этой области. Самый значительный фактор стресса во время международных перелётов это нарушение суточных ритмов или замешательство в физической и энергетической системе относительно часового пояса, в котором вы оказались. Это замешательство биологических часов можно устранить, если подвергнуть позвоночник воздействию солнечных лучей либо непосредственно, либо через тонкую одежду в течение хотя бы 20 минут 2-3 раза в день. Наряду с инструментами упа-йоги это может в значительной степени стабилизировать ваши суточные ритмы и минимизировать продолжительность синдрома смены часового пояса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok